привет ребята так как на дворе осень я бы хотела поделиться с вами как нарисовать вот такие замечательные пиковки акварелью в стиле иллюстрации кстати если вы будете рисовать их вместе со мной то делитесь своими рисунками в инстаграме и отмечайте меня на них я обязательно поставлю вам лайк и возможно даже поделюсь вашим творением у себя в stories ну что поехали рисовать я кстати сегодня буду вот в таком самодельном скетчбуке и если вы хотите чтобы я поделилась видео о том как его сделать обязательно дайте мне знать об этом в комментариях так перейдем к нашей иллюстрации мы с вами обязательно будем использовать референс но если у вас есть дома тыковки смело пишите с натуры это даже круче фото референса я оставлю в описании под видео и так для начала набросаем скетч карандашом наметим так сказать формы чтобы уместить все тыковки на листе пока я просто квадратно намечаем место расположения тыков не прорисовывая особо их форму мы напишем с вами 4 тыковки для моего листочка этого вполне достаточно после того как мы расположили предметы на листе можно прорисовать форму детали но не сильно углубляйтесь процесс самое главное мы прорисуем акварелью позже а и а и ну и приступаем собственно как варили я думаю наш рисунок будет интереснее если мы сделаем тыковки разных цветов так как у нас их целых четыре штуки мы легко сможем придать контраст рисунку и он не сольется у нас в одну оранжевую массу к слову о цветовой палитре я пишу красками белой ночи и первым слоем наношу оранжевую краску оставляя на верхней части светлые участки затем на складочках добавляю немного зеленого чтобы сделать тыковку он не такой одноцветный далее пока бумага влажная наношу красную охру оставляя выпуклые участки светлыми затем даем слою подсохнуть далее снова наносим охру акцентируя внимание на складках тыковки кое-где размывая краску чистой важной кистью и переходим ко второй тыкве ее мы сделаем зеленый можете использовать любые зеленые оттенки но лучше смешать их с коричневыми или рыжими чтобы цвет получился более природный работаем по той же технологии на второй слой я добавил немножечко коричневого в чистом виде палитры белых ночей этот цвет называется жженая умбра ну а третья тыковка у нас будет красной для нее я использовала кадмий красный кое-где добавляя розовый и охру пока слои подсыхают можно добавлять цвет на другие тыквы создавая такую слоистую живопись кисть я веду неряшливо но тем не менее акцентирую внимание на складках тыквы оставляя выпуклые части нетронутыми вы можете использовать любые цвета на самом деле главное чтобы они гармонично смотрелись между собой таким образом на зеленую тыкву я смело добавляю рыжий а где-то темно-коричневый она рыжий добавляя побольше красного теневые участки у нас будут на нижней части тыковок поэтому и слои мы туда накладываем чаще маленькую тыковку сделаем самой светлой добавим немного розового и сиены натуральной хвостики у нас тоже будут из смеси зеленого красного и коричневого здесь самое главное следовать форме ствола который чем-то напоминает скрученный жгут ну и также кое-где мы оставляем светлые участки самые темные участки маленькой тыквы закрасим красным или охрой а затем добавим немного фиолетового потому что там у нас ложится основная тень затем берем смесь коричневого и фиолетового и наносим легкими мазками на складочки чтобы придать четкости формы а также проходим с этим цветом по хвостикам наносим краску осторожно здесь главное не переусердствовать ну и конечно же рисуем фон тыквы у нас лежат на деревянном столе который имеет грязновато синий оттенок для него я использовала цвет индиго и немного жены умбры добавила ее в смесь и нанесла на отдельные участки фон сделаем полупрозрачным скорее наметим легкий цвет это будет немного оранжевого охры и кое-где зеленого и не забываем конечно же про тень которая падает на стол от наших тыков а для того чтобы придать рисунку эффект иллюстрации можно взять черный лайнер и пройтись кое-где по контуру наших тыковок на сгибах и сделать рваные штрихи этот шаг без проблем можно пропустить если вам понравился результат без штриховки вот и все такие тыковки у нас получились мне кажется рисовать их было очень легко и если вы хотите освоить акварель это будет отличным упражнением для прокачки ваших навыков если вам понравилось дайте знать в комментариях не забудьте подписаться на мой инстаграм и да желаю вам хорошего настроения и творите с удовольствием скоро увидимся пока пока